Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футболота Жизни и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Итак, вы не набрали 15 лайков под прошлым видеороликом, я буду вам каждый выпуск напоминать. Набираем 15 лайков и играем мы с вами 3 матча в выпуске в следующем. Но так как вы не набрали, мы сегодня играем всего лишь 2. Это матч против Рубина выездной и выездной матч сегодня в Лиге чемпионов против Марселя. Это, мне кажется, самая главная команда, с которой нам придется противостоять за борьбу второй строчки в группе Лиги чемпионов. Потому что Бавария вряд ли отпустит первую строчку. Ну что же, состав вот такой вот я решил сделать на матч с Рубином. Более-менее он будет готов, если что там, Дзюбу потом могу поменять на Шамуродова, чтобы и Шамуродов получил практику. Может быть вместо Чалова потом Азмун выйдет, может вместо Чалова Шамурода выйдет. Так что у нас множество вариантов всяких. Но точно вот с Марселем будет играть у меня пара нападений. Это Азмун и Дзюба мы должны все-таки реализовать свои моменты. Вот поэтому, ну а состав Рубина вы сейчас видели на своих экранах. Так что поехали. Итак, Казань-Арена. Матч сегодня интересный. Рубин тоже интересная сама по себе команда. Очень есть много у них хороших, качественных прям игроков. Но нужно это теперь только в результат у них свести. Уходим мы на перерыв со счетом 0-0. Четыре удара, три в створ. Подощил там Коновалов, естественно. Поэтому я даже не знаю. Выпуще давайте пока что Азмуна. Борис. Дзюба на Азмуна и Азмун 1-0. Вот она тактика. Отлично. Тактическая замена сейчас работала. Решение мое воплотилось. Поэтому Азмун забивает. И я теперь даже вместо Дзюба выпускаю Шумуродова. Ведем все-таки в счете. Поэтому можно, можно сделать небольшие здесь перестановочки. Ну и Дзюба голливую ты сейчас записал на свой счет. Шумуродов с капитанской повязкой. А мы в нейтральную теперь игру переходим. И все. Минимальная победа. Азмун приносит нам победу. Вышел на замену он. Заменил Чалова и забил. Отлично. 64-ая минута. У нас 1-0. Один всего лишь удара заманил у Рубина. Ну и лучшим игроком стал, естественно, Азмун. 7-5 у него оценка. Итак, мы на первом месте. Мы единственная команда, которая 6 первых своих матчей выиграла на данный момент в чемпионате России. И лидерство у нас в 4 очка. Сейчас у нас ЦСКА. Замечательно. Итак, сейчас у нас, да, матч с Марселем. Надеюсь, к ним приходит. Ракицкого хочет купить ЦСКА. Отклоняем Дзюбу. Хотят купить в Германию. Энфин Глазбургская. Барусия. Киржакова в Ротор. Есть ли еще какие-нибудь у нас здесь? Кругового в Университет Де Чили. Так, здесь все нормально. А, вот. Получено предложение аренды сроком на 1 год. Давайте повторный. Давайте повысим стоимость трансферов и изменим на полгода, чтобы нам больше выгодно это было. Ну, и работа скаутов нам нападающего все до сих пор ищут. Таунсенд. Ну, это очень возрастной. Зараты тем более. И вот Корне. Тоже из чемпионата Франции. Прям как Малком. Ну, не знаю. Пока что меня Малком устраивает. И вместо него там Ригон, если что. Из Киржаков. Работа скаута. Да-да-да. Все это понятно. Все, и сейчас у нас получается игра против Марселя. Состав вы их можете сейчас посмотреть. Пока я расставляю наших игроков. Вместо Ерохина у нас будет Аздоев, да. В центре. Вот. И я бы отыграл против Марселя атакующих. Потому что меня очень не радует, что у нас нет такой полной реализации. Вот. Момент вроде да, создаем. Но не забиваем. Вот это вот. От этого еще больше как бы обидно становится. Ну, что же. Вот таким составом мы выйдем на матч против Марселя. Ну, а дальше уже по ходу матча будем смотреть на расстановку. Какую, может быть, мы можем изменять игроков. Может быть, кого-то тоже заменим. Ну, да, и сейчас будем смотреть от атаки, либо от нейтралитета, либо от обороны будет действовать Марсель. Это тоже очень важно. Итак, Олимпик Марсель против Зенита. Интересные обе команды. Марсель до недавних пор даже успел поиграть в финале Лиги Европы. Вот если я ничего не путаю. Но проиграли тогда Атлетико Мандриду. Тоже команды интересные. То есть у нас все команды, которые буквально в пяти сезонах назад, но поиграли в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Марсель в Лиге Европы. А вот Бавария даже успела Лигу Чемпионов выиграть. Бетерсисит. Мы уходим на перерыв. Шесть ударов, пять створ. Просто вот снова реализации пока что нет у нас. Вот это вот и обидно. Вроде как и создаем даже моменты. Причем очень хорошие. И как же раскатали-то, а, Дрюси. 1-0, 48-ая минута. Мы выходим вперед на выезде после перерыва. Отлично. Вот сейчас прям с розыгрыша мяча. И пошли вот так вот в одно касание практически с Дзюба от Сдоев на Азмуна. Дзюба обратно. И вот так замечательно наперед. Не знаю, почему здесь Альваро не побежал. Ну и Дрюси забивает. Прям бильярдный такой гол. 1-0. Мы уходим вперед. 48-ая минута матча. И пока что все замечательно. Можно даже в нейтралитет уйти. На Азмуна дошла передача. Азмун. На Дзюбу. Дзюба. На Малкома. Малком обратно на Дзюбу. И это Артем Дзюба. И это 2-0. Просто на опыте. 86-ая минута. Артем Дзюба делает счет 2-0. И все. Я надеюсь, домашняя игра против Марселя будет такой же. В том плане, что фаворит там не будем мы. И. Значит. Мы уже точно в плей-офф Лиги Чемпионов. Можно так говорить. Но с какой строчки. Интересно. Может быть и Баварию получится у нас. Как-нибудь там обыграть потихоньку. Минимально даже. Ну и как замечательно. Здесь Дзюба просто перепрыгнул. И вколотил в дальний. Причем угол. Решил он пробивать. И получилось. Со счетом 2-0 мы обыгрываем Марсель в Лиге Чемпионов на выезде. Дзюба с Ловреном здесь. Благодарит. Наверное Дзюба. За то, что нас у Хат играли. А Ловрен благодарит за то, что уверенно так обыграли. В нападении у нас очень хорошо получилось. Да, сейчас с 2 мяча могли забить. 11 ударов. 9 створ. 2 мяча всего лишь. Нам надо стараться над реализацией. Нельзя так просто от балды пинать мяч. В надежде на то, что залетит Бавария. Выиграет юнбойство. 2-0. Но мы на первой строчке. У нас разница мячей намного лучше. Мы 5 мячей забили за 3 тура. Бавария всего лишь 4. Вот такие вот дела. Итак, переговоры у нас идут. Причем в моей команде, естественно. Давайте посмотрим. Так, здесь все нормально. Так, Red Bull Баргантина. Это в аренду, да. Ну, мы принимаем. Все. Сдаем его в аренду. Сим Дянкин. Сим Дянкин уходит от нас 1 января. Так, Адаевский в Марькин. Да-да-да, это понятно. Ну, а все остальные вроде как в аренде. Вот. Что здесь по офису? Ну, здесь только по Сим Дянкину. Все. Я так понимаю. Да. Дальше у нас матч. Так что, ребят. Всем спасибо большое за просмотр этого выпуска. Если вы хотите, чтобы мы в следующем выпуске отыграли 3 матча. Это против Сочи домашний. Против Урала выездной. И домашняя игра уже, кстати, против Марселя. Четвертый тур Лиги Чемпионов. То ставьте под этим видеороликом лайк. Набираем 15 лайков. И я с удовольствием отыграю 3 матча. Ну, а так, сегодня только 2 матча. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok